Мы начинаем сегодня новую серию роликов. Вы видите, что я стою у крыльца Института ядерной физики Сибирского отделения Академии наук. И в этих роликах мы собираемся рассказать о том, что происходит в институтах, в их лабораториях, в лабораториях Новосибирского государственного университета. И наш первый ролик будет посвящен синхротронному излучению, которым занимаются в ИАФе. Ну и вот мы уже находимся в бункере синхротронного излучения. А дальше этот рассказ мне будут помогать вести Андрей Требушинин, который занимается разработкой рентгеновской оптики. И Кристина Гришина. А она участвует в строительстве линейного ускорителя, который будет применяться в следующем источнике синхротронного излучения, который сейчас будет строиться в Новосибирске. Синхротронное излучение так называется, потому что изначально оно было получено на ускорителях. Физики ускоряли электроны и заметили, что по мере ускорения электрон излучает. Это излучение было трактовано как паразитное. Однако сейчас создают специализированные центры для получения этого синхротронного излучения. Синхротронное излучение, в общем-то, похоже на рентген, но имеет больший спектр, от жесткого рентгена до инфракрасного. А еще синхротронное излучение имеет большую яркость. Она намного-много больше порядков, чем у рентгеновских трубок. А теперь давайте разберемся, как возникает синхротронное излучение. Электроны ускоряются до скоростей близких скорости света и удерживаются в накопительном кольце. Они движутся там по окружности и испытывают центростремительное ускорение. А когда заряженная частица движется с ускорением, она излучает. Излучение релятивистских частиц сосредоточено в узком конусе, направленном по касательной к окружности. Спектр этого излучения достаточно широкий. А если физикам нужно получить излучение с узким спектром, они используют специальное устройство для его генерации. В накопительное кольцо встраивается прямолинейный участок. А на этом участке устанавливаются магниты, создающие периодическое магнитное поле. Такое устройство называется андулятором. Когда пучок электронов пролетает с андулятор, он испытывает периодическое ускорение поперек магнитного поля и двигается по змейке. И при этом конус излучения становится очень узким, а в его спектре появляются ярко выраженные максимумы на определенных частотах. Я работаю в Институте ядерной физики, который является пионером в получении и применении синхротронного излучения. Им здесь начали заниматься еще в 70-е годы. Но вообще в Институте специализируются на физике высоких энергий, а синхротронное излучение это такая дополнительная опция. Но у Института ядерной физики есть своя специализация. Это производство и разработка сверхпроводящих магнитных систем, которые установлены практически во все мировые центры синхротронного излучения. После того, как излучение было получено, его надо доставить на экспериментальные станции. Оно летит прямо по вот этой трубе к экспериментаторам. Здесь свинцовые блоки, которые защищают экспериментаторов от вредоносного рентгеновского излучения. И далее располагается монохроматор. Монохроматор это устройство, которое вырезает из широкого спектра излучения узкую полоску. Давайте же рассмотрим, как оно работает. В классической конструкции монохроматора используются два параллельных монокристалла кремния. Пучок излучения с широким спектром падает на первый кристалл и рассеивается на его атомных плоскостях. Излучение отражается от плоскостей и интерферирует. За счет этого в нем вырезается узкая полоса спектра. Точно так же, как при отражении света на тонких пленках. Второй кристалл нужен для того, чтобы восстановить прежнее направление пучка. Для чего же используется синхотронное излучение? Существует два больших класса методик. Первая это как в рентгеновском кабинете. Вы изучаете объект на просвет, смотрите внутреннюю структуру этого объекта. За моей спиной находится станция взрыв. В этой бочке взрывают до 100 грамм взрывчатки в тротиловом эквиваленте. Смотрят, как распространяется взрывная волна. Понятно, что это очень быстрый процесс. Нужно делать очень короткие выдержки до наносекунды и иметь большую интенсивность излучения. Второй класс исследований это дифракционное исследование. Когда вы изучаете внутреннюю структуру кристаллов, кристаллизованных белков, порошков, надо сказать, что целых 7 Нобелевских премий по химии были получены именно в этом направлении. За последние десятилетия в мире было построено несколько десятков специализированных источников синхротронного излучения. Пришло время строительства такой установки и в Новосибирском научном центре. Этот специализированный источник будет называться СКИФ – Сибирский кольцевой источник фотонов. Это будет первый в России источник четвертого поколения с большим количеством экспериментальных станций, на которых будут проводиться исследования по самым разным направлениям – от медицины до авиастроения, от биологии до археологии. Первые эксперименты на нем начнутся уже в начале 2024 года. Ну и вот наш рассказ завершен. И поскольку он был снят не совсем привычной для нас манере, наш вопрос в конце будет тоже не совсем обычным. И мы попросим вас написать ваши пожелания о том, что вы хотите увидеть дальше в этой серии, в комментариях к этому ролику на ютубе. Субтитры создавал DimaTorzok